всем привет привет мои дорогие друзья мои дорогие студенты как же я рад видеть вас на этом курсе ну что ж давайте начинать но прежде чем мы перейдем так сказать к основной программе где вы уже начнете снимать начнете загружать давайте пройдем несколько уроков это будут первые две вводные главы в которых вы познакомитесь во первых со мной познакомитесь в общих чертах с видеосъемкой познакомитесь со стоками узнаете подробнее что это такое и как на них все-таки можно зарабатывать а начнем с того что я хочу в принципе познакомиться с вами поближе я сам представлюсь я хочу чтобы наша с вами коммуникация чтобы наши с вами общение проходило такой дружеской тесной камерной обстановке где вы ощущали что я нахожусь рядом что я ваш друг и что я всегда готов вам помочь прийти вам на помощь на встречу и ответить на ваши вопросы и я действительно буду стараться так делать поэтому я уверен что эта программа обучения для вас станет очень эффективной и так по порядку меня зовут михаил нилов многие меня уже знают по курсу аэросъемки кто-то знаком с своими видеоработами уже кто-то просто следить за мной в инстаграме ну а кто видит меня первый раз меня зовут михаил нилов я давно уже занимаюсь видеографией даже я так бы сказал что мы вместе с женой когда-то начинали заниматься видеографией сначала начал я потом она подключилась ко мне мы создали такой тендем в котором развивали бренд dreamwood мы создали этот бренд очень давно уже и этот бренд занимается видеосъемкой и целенаправленно занимает нишу свадебной видеосъемки и постепенно мы развивали этот бренд и тренировали свои профессиональные качества нарабатывали networking и вышли на тот уровень при котором мы занимаясь ивент съемкой занимаем очень такую позицию на рынке в который в которых мы работаем только с клиентами за границей или на проектах на свадьбах которые требуют ну максимального вовлечения профессионализма отдачи это сложные высокобюджетные проекты некоторые у нас спрашивают вообще как так получилось что вы пришли видеосъемку ведь можно было заниматься всем чем угодно и я немножко расскажу такой предыстории наверное я начал заниматься видеосъемкой когда учился еще в институте на первых курсах и так уж сложилось что я попал в ивент индустрию и наверное первое мое знакомство было как раз через видеосъемку я снимал там первую свадьбу еще наверное на втором курсе это было то такая знаете подработка и наверное те кто работают в ивент индустрии наверняка с такими уже сталкивались с таким с таким родом занятий но постепенно мне это все больше 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 нравилось и я начал в этом развиваться о чем вам уже рассказывал но наверное такой ключевой момент переломные я помню как это было как-то приходит моя вот будущая супруга людмила мы как раз тогда еще были в институте она приходит домой говорит миша представляешь я сегодня такую интересную вещь узнала она в то время ходила на одни из курсов по фотографии коих она посетила просто миллион и она приходит и говорит знаешь я сегодня узнала от такой потрясающей вещи как стоки представляешь можно оказывается загружать свои фотографии видео и тебе за это будут платить в интернете ну ребят но сейчас конечно звучит это адекватно и никто этому уже не будет удивляться это факт это был где-то 2012 год если не ошибаюсь и на то время стоки они существовали еще вот вот только-только появлялись только зарождались развивались конечно уже даже на то время там были настоящим мастодонты которые продавали на миллионы но в общем массе стоки были чем-то новым незнакомым и непонятным я тогда удивился но все-таки решил дать шанс стоком и помню загрузил свою первую работу там подписал все сделал как надо мы об этом позже будем разговаривать прежде чем вовлечься на сто процентов я решил понаблюдать прошло буквально неделя или даже полторы и тут я увидел что пришли первые пять долларов ну наверно моему какому-то восторгу ну в не было предела я не знаю это можно сравнить как самый ожидаемый подарок под елкой на новый год ты ребенок и тебе вот ты просыпаешься этот подарок это я просто пытаюсь передать свои ощущения потому что в тот момент во мне что-то переключилась я понял что это можно превратить бизнес и это потрясающе новый интересные открывающий новые горизонты способ заработка и способ реализации и с тех пор я начал больше времени уделять стоком признаюсь честно для меня вот до недавних пор это всегда оставалось ну неким таким фоновым бизнесом хоть конечно не уделял туда внимание но больше я все-таки уделял внимание ивент съемки и стоковой съемки отдавал лишь небольшой процент как хобби когда я путешествовал это помогало мне зарабатывать в путешествиях когда было свободное время хотел реализовываться когда у меня была идея сделать какой-то проект и я не знал куда он дальше пойдет кроме не знаю интернета или премии или или просто останется в столе я знал что стоки обязательно окупят этот проект многократно и как правило всегда так и происходило я немножко рассказал уже о начале нашего творческого пути он начался с ивент съемки потом трансформировался в ивент истоковую съемку и это было ну для нас то было всегда видеосъемка до супруга занималась фотографией тоже помогал мы принципе параллельно развивали эти два направления но все равно большую ну как бы усилия мы ну я лично да я давал видеографии ну супруга занималась больше фотографии поэтому я хочу вам на будущее сказать что несмотря на то что в этом курсе я буду больше давать упор на видеографию обучать видеосъемки если мы будем говорить дальше от тех о технике технологиях съемки загрузки но стоки они ведь позволяют зарабатывать не только на видео они зарабатывают можно получать деньги и от фотографии и об этом я также буду рассказывать им для тех кто занимается фото и хочет реализовывать себя на стоках и фотографии и видео для них это будет тоже очень понятно и полезно у нас очень большой опыт продажи и фотографии поэтому даже если что-то не попадет в курс то я всегда готов вам помочь и ответить на ваши вопросы и так немного о творческом пути я помню что для нас был такой знаете сильная трансформационный момент такой пинок когда мы начали учиться это действительно так это я не говорю потому что там чтобы вам что-то продать сейчас до в чем-то убедить это действительно так это работает это работало с нами и как я обращаю внимание на свое окружение это работает и с другими людьми как только мы перешагиваем свою гордыню как только мы готовы принимать знания конечно где-то мы их отфильтровываем где-то мы их перевариваем но мы готовы принимать критику мы готовы расти мы сразу начинаем расти то есть для того чтобы проросло зернышко да надо не только чтобы зернышко было хорошее но надо чтобы создавались условия и для прорастания этого зерна то есть вот эти условия кота и как бы в виде знаний я хочу вам отдать в этом курсе мы начали много заниматься обучением мы посещали огромное количество мастер-классов и по фотографии по видеографии и признаться честно что примерно одинаковые полезные знания получал и от одних и от других потому что на курсах по фотографии мы много работали со светом мы работали с композицией мы работали с моделями чего к сожалению на всяких курсах мастер-классах in такси в интенсивах по видеографии я никогда не видел то есть к сожалению может быть конечно мне так попадалось но видеографы в большей часть своей части это ребятки девушки которые многом сосредоточены именно на технике то есть на камерах на об линдзах и так далее и сама сама мизансцена который будет происходить в кадре эмоции людей их мимика их движение их стиль одежды состояние света да то есть все цвета это уходит на немножко второй третий четвертый план но ведь на самом деле все происходит вот в точности наоборот об этом я буду говорить немножко позже когда мы будем разбирать технологию съемки и собственно сами и саму технику на что снимать и вы увидите вам докажу что камера да конечно это важно но есть огромное количество примеров когда люди не обладая большими бюджетами не обладая дорогущими там радами алексами и так далее мощнейшими там кинокамерами снимают полноценное кино которое показывают на больших экранах поэтому обладание дорогой техники или инвестиции на первых этапах в дорогую технику не имеет никакого значения для коммерческого успеха в стоковой и художественной в принципе видеографии и мы посещали огромное количество мастер-классов набирались информации в какой-то момент я для себя выработал персональный стиль я разобрался как работать с цветом с цветом с композицией и дальше уже начал в этом совершенствоваться начался экспериментировать в том числе и с техникой и на тот момент я помню что наверное ну один из первых во всем мире кто начал снимать ивент на аноморфную оптику это произвело просто какой-то эффект бомбы ядерный какой-то необычный эффект которые на самом деле эхом отразился не только по странам снг но и ушел в мир потому что если там пришлось гуглить или там в ю тубе набирать там свадебная съемка снятая на аноморфа на морфный формат кстати об этом я расскажу чуть позже что это такое что значит на морфный формат что это за линзы как это вообще все работает позже будем об этом но вкратце это просто такая узкая полоска чтобы понимали простыми словами я своего рода произвел такой фурор мы начали развивать амноморфную съемку и вот так постепенно постепенно мы выработали тот стиль и как бы получили такой колоссальный опыт при котором сейчас я могу поделиться этим опытом с вами и быть для вас полезен обучить вас тонкостям видеографии и тонкостям работы на стоках иногда нас спрашивают как вообще так получилось что вы пришли в стоковую видеосъемку ведь ивент съемка она ну весьма интересная она красивая она позволяет много путешествовать к сожалению не всем но нам позволяет путешествовать много потому что практически все проекты у нас находится в разных странах и в среднем я снимаю около бываю в шести восьми странах в году именно только по по свадебным проектам но стоковая съемка в какой-то степени дает даже больше свободы но об этом я немного расскажу позже в другом видео я его назвал девять причин заниматься стоками я надеюсь оно обязательно вас смотивирует здесь я хочу сакцентировать то как мы пришли видеосъемку помимо той истории когда я продал свой первый футаж за 5 долларов я начал уделять этому большее внимание потому что подчеркиваю я увидел что это позволит мне раскрывать свой творческий потенциал на новых необычных интересных проектах получать прибыль независимо от погоды вирусов кризисов политической обстановке в мире в целом или в какой-то определенной стране это позволяет мне путешествовать это все мотивировало и мы плавно переходим к тому что у нас мотивирует что что заставляет заниматься съемками я буду с вами откровенен и есть очень много причин чем стоковая съемка хороша но персонально для меня это во-первых творческое раскрытие я могу снимать не только исключительно коммерческие проекты по требованию заказчика в котором согласов за согласована каждая деталь согласован каждый кадр да и его если вдруг что придется даже потом исправлять для меня это творчество да это возможность реализовываться для меня это очень важный пункт это открытие границ да то есть я могу путешествовать занимаясь столько видеографий вот такой не знаю делали вы так или нет но можно открыть airbnb знаете такой сайда по аренде недвижимости и посмотреть всякие супер классные интересные предлог предложения предложения по аренде в разных странах и не важно какое число какая страна я могу посмотреть и увидишь то вау какое классный дом какое классное окружение где он находится вау токио супер надо забронировать на апрель например ну то есть я могу раз и позволить себе просто взять и поехать то что я знаю ничего не изменится я могу там изучать эту культуру снимать там японию к примеру еще что то вот мы много ездим на бали и и везде мы можем находить способы раскрыть творческий потенциал и снимать там видео фотографии продавая их на стоках ну конечно один из тоже важных пунктов который нас мотивирует это прибыль постоянно растущая прибыль и что очень важный момент об этом я еще чуть позже буду рассказывать это пассивный доход то есть это способ когда деньги генерируются независимо от того работы вы работаете вы или нет то есть они генерируются когда даже вы спите сейчас я уверен кто-то из вас скажет нет это не так для того чтобы были деньги надо очень много снимать очень много работать вы отчасти правы но поверьте я сейчас этого делать не буду но в другом уроке я вам докажу что это настоящий актив и что он приносит вам пассивный доход наравне с акциями блягат облигациями компаний ну и последнее что я хочу вам рассказать в этом уроке такое уроке знакомства это то как мы живем сейчас чем мы дышим что мы делаем что нам больше всего нравится опять же для того чтобы поднять друг друга и узнать друг друга получше в данный момент стоки занимают большую часть нашей жизни мы делим нашу нашу занятость 50 на 50 я половину своей энергии отдаю на ивент съемку половину энергии отдаю на стоковую съемку но и там и там мы занимаемся видеографией это позволяет нам много путешествовать по миру за последние девять лет мы очень много путешествовали мы жили практически во всех странах юго-восточной азии мы были жили в америке мы посетили и практически и жили и во всех странах а европы из исключения скандинавских стран и при этом мы не вынуждены думать о том как поехать и обязательно куда-то вернуться если мы едем мы как правило едем надолго на несколько месяцев до тех пор пока нам просто не захочется каких-то перемен и поехать на какое-то новое место и наверное одно из самых излюбленных мест для нас стало бали куда мы возвращаемся практически каждый год и живем там по несколько месяцев друзья этот урок знакомства вам подходит к концу я надеюсь что вы узнали немножко получше я вас заинтриговал и подготовила к потрясающему курсу и изменению вашей жизни ну что ж друзья переходим дальше я с удовольствием отвечу если что на все ваши вопросы